И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не подинет больше вас. Радушный хозяин, закончив в квартире ремонт, приглашает гостей. Полюбоваться результатами труда и порадоваться за друзей. Жители многоэтажки по Марково 343 поступили аналогично. Совсем недавно их двор вошел в федеральную программу благоустройства и приобрел новый облик. А в ноябре дому исполнилось 35 лет. Сразу два повода для веселья. Нина Анышко говорит, что она очень рада отметить праздник вместе с соседями. Это сближает людей. Знаете, ощущение такое, как будто мы где-то на другой планете. Никогда такого не было у нас за все время. Благодарны тем, кто нам сделал такое счастье во дворе. Посмотрите, какая красота. Мы смотрим и нарадоваться на это не можем. Вот эти праздники как раз в нас развивают чувство гордости, ответственности и сплочают население нашего двора и во всяком случае сеют в нас добро. Двор многоэтажки по Марково 343 вошел в федеральную программу благоустройства благодаря активности и организованности жителей. Результаты отличные. Появился новый асфальт, ровные дорожки, урные лавочки, детская площадка. Жители успели навести порядок после ремонта. Посадили деревца и цветы. Как не поощрить такую хозяйственность? Депутат Ольга Нефедова помогла жильцам организовать праздник, накрыть общий стол, пригласить вокальный ансамбль. А танцы они устроили сами. Руководитель ТОС номер 10 Елена Ивченко говорит, что праздники двора существовали еще в советские времена и очень нравились людям. На территории ТОСа наиболее активные и дружные жители продолжают эту традицию. Есть такая традиция, мы отмечаем день рождения дома, ну крупные даты. Недавно мы отмечали такой день рождения проезд на Восочинский 4, им дома 45 лет. Поэтому стараемся поддерживать эти традиции. Председатель совета дома Валентина Полежаева вспоминает, что когда-то, очень давно, в их дворе проводили такие праздники. Она считает, что настала пора возродить коллективные мероприятия. Люди реагируют положительно. Конечно, радостно. И теперь все говорят спасибо, с настроением, все веселые, все очень довольные. Ближайшие планы мы уже день матери не успеем, конечно. А вот на следующий год, весной, мы какой-нибудь праздник придумаем. Может 8 марта, может 23. Будет очень здорово, если традиция проводить свои праздники появится в каждом дворе. Если жители научатся отдыхать сообща, будут активнее вместе трудиться. Влада Волошина, Игорь Щенников, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.